нам нужны такие мужчины такие герои которые растоптают эти традиции и скажут вот этот оператор будет снимать на эту камеру каждую женщину наши браки обросли тяжелыми адатами материальными адатами наши женщины это воспринимают как обязательный пункт как обязательный адат нет несумно важно я очень рад нашей очередной встречи и когда я предварительно обсуждал тему сегодняшнего нашего разговора обсуждал с вашим муазином ахмадом мы пришли к выводу рассказать раскрыть что такое адаты и ислам отношение между нашими традициями адатами и нашей религией изначально наша религия любые традиции которые изначально не противоречили корану ни хадису пророка саллиллаху алейхи вассаляма или же установлением чариата они были приняты приняты были нашим пророком алейхи саллиллаху ассалям также были приняты последующими его хулефаами но однако когда некоторые наши традиции становятся буквально поперек на пути распространения в обществе установление нашей религии мы конечно об этих традициях об этих адатах должны говорить для того чтобы мы бросились под ноги те традиции которые выступают против наших против сунны пророка саллиллаху алейхи вассаляма против установку установление шариата аллаху тхаля в священном куране для нас эту религию облегчил наша религия хвала всевышнему аллаху благодаря хадатайству нашего любимого посланника аллаха мухаммада саллиллаху алейхи вассаляма вы знаете историю пятикратной молитвы даже которая была изначально возложена как пятьдесят молитв на нас хвала всевышнему аллаху на нас возложено пять молитв в течение дня и поэтому аллаху тхаля говорит азубилляхи меня шейтанирраджим юриду аллаху бикуму льюсра ва ла юриду бикуму льусра аллах желает для вас облегчения и не желает для вас затруднения говорит аллах в священном куране также одним из священных обязательств каждого мусульманина является быть соучастником пособником благого дела совершается какое-либо благое дело распространяется какой-нибудь добрый призыв мы все должны становиться помощниками этого призыва мы должны станут становиться помощниками пособниками этого благого дела это наш долг и обязанность и наоборот если мы замечаем когда кто-либо распространяет обществе вражду или же греховное деяние мы должны становиться противниками этого распространителя и ни в коем случае не оказываться пособниками этого злодеяния ибо аллаху тхаля в куране нас обязывает и говорит вы оказываете содействие друг другу в доброте в благом и в богопоязненности но не оказываете содействие помощь друг другу в грехе и во вражде посланник аллаху саллиллаху алейхи вассаллима нас призывает к бракосочетаниям посланник аллаху алейхи вассаллима сказал обратившись к юношам посланник аллаху сказал кто способен из вас вступить в брак пусть вступает в брак он сказал то есть посланник аллаха повелел брак никах в исламе имеет разные положения никах может быть ваджибом для юноши может быть обязательным никах бывает с урна никах потому что если молодые люди тяготеют к запретному чаще втягиваются в грех наблюдения запретной женщины или же приближение к зина и у него есть какая хоть какая-то возможность вступить в брак он обязан это сделать для того чтобы защитить свою религию защитить свое целомудрие остаться чистым мусульманином сегодня что получается дорогие братья бракосочетание оттягивается откладывается становится тяжелейшей ношей большой проблемой для юношей потому что наши браки обросли тяжелыми адатами материальными адатами ради которых нужно хорошенько подзаработать ради которого для нужно сделать то то нужно сделать это обросли оброс этот брак всякими новыми традициями если раньше достаточно было подготовиться к свадьбе сейчас нужно хорошенько подготовиться к сватовстве потому что сватовство тоже стало дорогостоящим удовольствием разве это не так дорогие братья к сожалению это так для того чтобы понять каким же образом вступали в браке наилучшие из людей всевышнего аллаха начиная с нашего пророка алейхи салату ассалям я хотел бы привести некоторые примеры из жизни нашего пророка саласалима и из жизни его сподвижников радия аллаху анху имам муслим своем сахихе от абу урайры радия аллаху анху приводит и говорит пришел некий мужчина к пророку салаллаху алейхи вассаляма и сказал я поженился у посланника аллаха на женщине из ансаров посланник аллаха сказал спросил у него а ты посмотрел на нее прежде чем пожениться воистину глазах у ансаров есть некая красота изюминка ты посмотрел на них на нее он сказал я посмотрел на нее и тогда посланник аллах у него спросил за какую сумму в качестве махара ты на не поженился он сказал аля арбай и вак за 4 унция серебра это 30 граммов серебра за 4 вот что он израсходовал на женитьку на эту женщину из ансаров и тогда посланник аллаху ассаляма спросил аля арбай и вак за а 4 унция ты поженился он сказал да как будто бы высекаете это серебро из этой скалы сказал посланник аллаху ассаляма то есть слишком много в качестве махара 4 унция имам ан-навави из этого хадиса делает следующий вывод это это речь означает что превышение махаров превышение расходов на женитьбу завышение цен на женитьбу на в качестве там приданного там и так далее это вокруг говорит из этого хадиса вытекает раз посланник аллаху ассаляма возмутился этому значит это макру это за четыре и вакуа посланник аллаху ассаляма за четыре унция так возмутился приводятся сведения что вступая в брак со своими всеми женами у посланника аллаху ассаляма было израсходовано всего лишь 12 уки то есть 12 унции ума руду хаттаба рады и аллаху ману приводит в комментарии выше сказано он говорит а ла ла тугалю садак садаката ниса и фа иннаха лауканат макруматан фиддунья аутакван инда аллахи лакана олякум биха набийю аллахи саллаллаху ассаляма ума руду хаттаб говорит не возвышайте махары своих женщин если бы это было бы достоинством и почтением в этом дуне или же благобоязненностью перед аллахом посланник аллах саллаллаху алейхи ва салям был бы в этом впереди то есть он дал давал бы больше всего или же требовал бы за своих дочерей больше всех качество махар ма а лимту рассуду аллахи саллаллаху алейхи ва салям я не знаю говорит что посланник аллаху алейхи ва салям вступил в брак от одной из женщин или же выдал замуж хотя бы одну из своих дочерей за более чем 12 уки. За более чем 12 унцы. Сказал Умар бунт-Хаттаб радия Аллаху амин. Сегодня, когда мы готовимся к женитбе наших молодых, да, порою от радости у нас зашкаливает щедрость. Нам кажется, дочка моя единственная, мой первый сын, первый брак, чё жалеть, давай я буду делать расходы. Здесь это глубокое заблуждение. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, что наилучшими, наиблагодатными являются те женщины, чьи расходы на брак, на женитбу были наименьшими. Поэтому должно быть как? Должно быть как раз таки браки должны быть, женитьбы должны быть простыми, какими они были во времена пророков, во времена лучших, чем мы. Они должны быть простыми и внимание уделять над тем, на то, чтобы браки были крепкими. А сегодня у нас расходы на браки большие, огромные, и каждый третий или чуть ли не каждый четвертый брак расходятся. Вот это печально. Поэтому в этом-то как раз и заключается, что в чем же кроется большинстве крах этих браков, неудача этих браков, в первую очередь в том, что они не заключаются своевременно. Они заключаются с опозданием. с запозданием, когда много чего лишнего узнают обе стороны, и когда они за свою историю, своей жизни накапливают некоторые эпизоды, которые становятся препятствием для ихнего брака. Своевременно, быстро, вовремя нужно заключать эти браки, не ожидая накопления каких-то там других запросов, требований. Поэтому посланник Аллаха сказал, если к вам обращается сватается тот, чья религиозность и чей нрав вас устраивает, быстренько выдавайте за него замуж. Иначе на земле распространится смута и бесчестие, сказал посланник Аллаха Суа 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 Суа. Вот для нас явный ответ из уст нашего посланника Аллаха Суа 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 Суа. Явный, верный диагноз тому, что сегодня происходит между нашими молодыми. К сожалению, это так. Брак, разводы распространились к большому сожалению. Почему? Потому что, во-первых, мы вовремя их не женим. Вовремя, когда женят, а для того, чтобы жениться, достаточно иметь кровь, кровь над головой, дневное пропитание. Каждый день Аллах Аллах дает риск. Те расходы, которыми сегодня, которые делаются на эти свадьбы, а ведь на эти свадьбы расходы с каждым днем растут. Почему? Потому что наши норовитые, успешные бизнесмены каждый год придумают что-то новое для того, чтобы внедрить в наши свадьбы. А наши женщины это воспринимают как обязательный пункт, как обязательный адат. Нет, не сунна важна, не веление Всевышнего важно, важно то, что было у кого-то на свадьбе. Там были шарики, у меня еще больше будет. Там был Роллс-Ройс, у меня тоже должен быть Роллс-Ройс, за дочкой должна приехать такая машина. Обязательно должен быть там или айфон, извините, конечно, за такую конкретику, но это имеет место сегодня в нашей жизни. Мы должны говорить, ничего не нужно, засватали, побыстрее заберите в свой дом свою невесту. Нам от вас ничего не надо, вот обеспечьте, выполняйте свои обязанности до свадьбы или же во время свадьбы ничего не требуется, требуется все после свадьбы, все, что перед ней, перед Всевышним, перед обществом муж обязан делать, пусть он делает, вот, что с него требуется, а дальше заберите побыстрее. Вот так мы должны подходить к этим бракам, а не слушать наших женщин, которые умрут, если пропустят какой-нибудь адат, какой-нибудь там декор из этой свадьбы. Разве это не так, дорогие братья? Это портит наше общество. Также среди наших мероприятий, на этих свадьбах, не могу не затронуть один очень важный больной вопрос. У нас обязательно должна быть камера и оператор профессиональный. Этот оператор будет снимать на эту камеру каждую женщину, и при том наводя на каждую женщину и эти диски, и эти ролики идут по всей родне и не только родне. Разве это не харам? Женщина это харим, это то, что следует мужчинам закрывать от постороннего взора. И в этот день это становится халалом. Приходит посторонний мужчина с камеры на плече, и он заходит и чуть ли не под снимает лица, когда наши предки, наших даже лица не показывали. Закрывали их полотном или же они находились в отдельном помещении. Даже близкие родственники мужа видели эту невесту только тогда, когда она приходила домой после свадьбы. Она была все время закрыта. Те адаты, более-менее, которые были раньше, они как-то были продиктованы и исходили из нашей религии, а сегодня все, что Запад показывает, все, что наши женщины видят по телевидению, это все в нам внедряется. И свадьба стала целой индустрией, на которой зарабатывают кучу денег, на нас зарабатывают, зарабатывают по большому счету на бесчестии нашего подрастающего поколения, на бесчестии наших юношей. А юноши, они должны быть своевременно в браке. И всякие чрезмерные расходы, которые делают некоторые состоятельные родители на своих детей, это тоже неразумно. Это портит нашу молодежь, их это портит. Нужно дать почувствовать самостоятельность, нужно дать почувствовать тяжесть, бремени, семейной жизни каждому из них. Нет, все наблюдочки преподносят, потом эта беззаботная жизнь ни к чему хорошему не приводит. Вот такая ситуация у нас с нашими адатами, которые сегодня имеют место. В Муснаде имама Ахмада приводится от Аиши что посланник Аллаха сказал самый превосходящий баракатом никах это тот никах та женитьба которая потребовала наименьших затрат. Это слова пророка саллиллаху алейхи вассаллим. Тогда в чем нам надо соревноваться? Нам надо соревноваться в простоте этих никахов. Нам нужны такие мужчины, такие герои, которые растоптают эти традиции и скажут вот засватали вчера не прошло несколько дней они уже мужем и женой стали. А для того чтобы стать мужем и женой не нужно сотни людей для этого приглашать. Не нужно для этого арендовать самые дорогие банкетные залы. Посланник Аллаха сказал сподвижнику ты заключи хотя бы одной овцой. То есть цель свадьбы в чем заключается с точки зрения шариата? Предназначение свадьбы в чем она заключается? Заключается в том чтобы например в красноармейске известные двое молодых людей Мухаммад и подимат например дети таких-то таких-то людей с сегодняшнего дня они стали мужем и женой. Для этого необходимо пригласить близких родственников знакомых узкий даже круг достаточно для этого и люди узнают что эти люди когда рядом их увидят друг с другом никто плохое о них чтобы не подумал чтобы было известно что эти два человека являются мужем и женой иначе они же не будут повторять мы муж и жена вот в чем заключается предназначение свадьбы с точки зрения сунны пророка саллаху алейхи и поэтому посланник Аллаха саллаху алейхи ассалям очень жестко высказался о подобных свадьбах сказал худшая трапеза худшая еда еда свадеб на которых приглашаются богатые и оставляются бедные сказал посланник Аллаха саллаху алейхи ассалям нам нужно понимать что для нас вот если мы мусульмане хвала всевышнему Аллаху если мы сегодня стоим перед вопросом женитьбы наших молодых мы куда должны обратиться мы о чем должны узнать мы должны узнать как это сделал лучшие из наших образцов для нас кто является примером от всевышнего Аллаха это наш пророк саллаху что говорит об этом ислам вот это для нас должно быть на первом месте а на остальное должно быть наплевать если есть какая-то принятая добрая традиция которая поддерживает сунну нашего пророка добро пожаловать мы приветствуем такой адат но те адаты которые становятся помехами перед сунной нашего пророка а конкретно перед бракосочетанием эти адаты они нам не нужны рассказывать что посланник Аллаха выдал свою дочь и у нее в качестве приданного был какой-то коврик самый простой то есть и подушка наполненная тростником заполненная подушка вот что было у Фатимы где наши дочери и Фатима лучше из женщин одна из лучших женщин умы нашего пророка саллиллаху алейхи и таким образом а третий говорил с меня будет махар и так они заключали никах и тут же заселяли молодоженов и они начинали совместную жизнь вот вот такая вот так надо как можно упростить эти никах эти браки эти свадьбы если мы являемся сторонниками сунны нашего пророка саллиллаху алейхи и любим нашего пророка саллиллаху алейхи наоборот облегчение свадеб облегчение махаров облегчение в этом вопросе это есть главная из причин бараката этого брака Аиша радия Аллаху приводит что Расулуллах саллиллаху алейхи и саллиллах сказал то есть Аль-Манави рахимаху лах толкует и говорит воистину из бараката баракату женщины относится тайсиру хитбати то есть легкость ее свадания то есть пришел человек достойный не тянуть да сказать выдать ее замуж если нет каких-то веских причин которые заставляют долго думать то есть легкость ее свадания ватайсиру седак и легкость ее махра ватайсиру рахими и легкость ее детородства то есть женщина которая то есть у которой нет проблем со здоровьем и готова рожать детей вот в чем заключается баракат женщины цель нашей религии также конечно можно было бы рассказать и о других адатах которые также усложняют нам нашу жизнь речь идет именно о похоронных случаях похорон похороны к сожалению в некоторых местах традиции не позволяют человекам людям которые потерпят эту утрату подумать даже о своем умершем они должны думать о том где найти большие сковородки где найти газовую плиту на которой можно что-то приготовить это что сунна пророка пророк сказал когда у них произошла утрата он установил сунну вы то есть соседям он сказал вы готовьте еду семьи Джафара потому что им не до этого потому что они должны находиться в трауре три дня они должны почему и физически и физически эти люди нуждаются в том чтобы наиболее легко перенести боль этой утраты и также очень много есть материальных расходов которые связаны наложены нашими адатами которых вори-вори нельзя упускать для этого для которого нужно чуть ли не в долги залезать любые расходы которые мусульманин делает даже если садака он сделает даже если он потратит построит мечеть но при этом целью он преследовал хуяля что такое хуяля это то что посланник Аллаха запретил это значит демонстрация своего статуса показуха это все становится тщетным и бесполезным перед Аллахом судный день если мы на своих близких и родных взяли в долг и израсходовали какие-то деньги из побуждений что же сегодня завтра мне джамаат скажет что же мне люди скажут если из этих соображений вори не дай Аллах потратить хотя бы одну копейку это пустая трата денег за которую вы найдете упрек в судный день а не награду дай Аллах чтобы мы истину поняли как истину и стремились к истине и любили сунну пророка саллиллаху алейхи вассаляма и предпочли сунну выше всяких норм и порядков которые нам навязывает общество ассаляму алейкум арахматуллахи ва баракату арахматуллахи арахматуллахи и